Вентилятор охлаждения на холодном двигателе Привет-привет, друзья! Часто водитель сталкивается с вопросом, почему включается вентилятор охлаждения на холодном двигателе. Вентилятор двигателя срабатывает и крутится постоянно. Если заметили, что вентилятор охлаждения начал всё время работать на максимальных оборотах или перестал своевременно выключаться, специалисты рекомендуют первым делом проверить и искать причину ниже из перечисленных. Первое. Проверить уровень антифриза. Второе. Проверить работоспособность помпы и термостата. Второе. Третье. Причиной может быть замыкание электрических контактов в системе охлаждения, с друг с другом или на массу. Четвертое. Причиной может быть прилипание внутренних контактов в реле вентилятора. Пятое. Причиной может быть выход из строя датчика температуры охлаждения жидкости. Четвертое. Причиной может быть выход из строя датчика или блока включения вентилятора. Седьмой. Причиной может быть выход из строя датчика температуры наружного воздуха. Такое часто происходит на машинах, на которых установлен мощный форсированный двигатель и несколько радиаторов. Восьмое. Иногда по причине загрязнения радиатора кондиционера может привести к тому, что вентилятор охлаждения двигателя будет работать постоянно на максимальных оборотах. И даже вентилятор может постоянно крутиться на холодном двигателе при работающем кондиционере. Девятое. Также причиной постоянной работы вентилятора может быть засорение радиатора охлаждения. И еще помните. Десятое. Иногда причиной может быть такая поломка, о котором даже сам черт не догадается. Это зависит от того, в данном модели автомобиля в электрической цепи вентилятора, какие электрические оборудования присутствуют. Например, смотрите этот видео, ссылку на которую я оставлю ниже в описании этого видео. На холодном двигателе вентилятор работать не должен. Чтобы определить, почему происходит раннее включение вентилятора, для инжекторных машин с диагностическим разъемом OBD2 рекомендуется начать с компьютерной диагностики автомобиля. Дело в том, что возможность читать из блока управления коды ошибок позволяет быстрее и точнее определить причину неисправности. Еще отметим, что когда блок управления фиксирует ошибки в системе охлаждения, он переходит в аварийный режим работы и вентилятор может крутиться сразу после включения зажигания, даже на холодном двигателе. Данная особенность встречается только на некоторых моделях и является по сути защитой от перегрева мотора. Для лучшего понимания неполадков необходимо поверхностно рассмотреть принцип срабатывания вентилятора на большинстве современных автомобилей. Обдув включается посредством специального датчика, который в множество случаев расположен поближе на патрубках радиатора или интегрирован к корпусу термоштата. Также на многих авто используется отдельный блок управления вентилятором, охлаждение двигателя. Еще встречаются модели, в которых за включение вентилятора отвечает сам блок управления, портовой компьютер. Однако такая конструкция используется редко. Иногда различные неисправности в системе охлаждения двигателя не позволяют мотору вывести на оптимальный температурный режим, и поэтому вентилятор постоянно включен. После выявления причины и ремонта нужно будет произвести спрос ошибок. Чтобы стереть ошибку из блока управления, на одних моделях бывает достаточно снять клемму с аккумулятора на пару минут. В то же время на других спрос осуществляется при помощи диагностического оборудования. Ну и в конце хочу попрощаться и просто подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо всем за внимание.